Эта история про Бэмби, наверное, не займет место в пантеоне Славы Мариинского театра. И статусная публика на нее не пойдет. У спектакля другая аудитория и другие задачи. Распахнуть двери перед юными зрителями и заговорить с ними на одном языке, не спускаясь при этом до балаганного уровня. Цель вроде простая, но на самом деле трудная, признаются создатели балета. Оказалось, что делать взрослую хореографию, взрослые картинки бескомпромиссные с точки зрения музыкального языка, очень сложно. Так что при этом дети действительно видели сюжет, они могли читать историю. История, рассказанная австрийским писателем Феликсом Зальтоном, кому-то известна по книге, кому-то по диснеевскому мультфильму. Но независимо от способа восприятия, она трогает душу каждого ребенка. Маленький олененок Бэмби учится познавать мир, встречая при этом на пути и любовь, и отчаяние, и надежду. Спектакль пронизан добротой. Знаете, чего мне кажется в сегодняшнем современном мире, нам всем очень не хватает? Доброты. Доброты с экрана телевизора, доброты со сцены. Вот именно эта задача, как бы именно этот посыл, этот месседж идет от этого спектакля. Вот это мое впечатление от просмотра. По книге мать Бэмби убивают охотники, а на сцене это скорее солдаты удачи, наемники, псы войны. Но даже сея вокруг смерть, они бессильны перед настоящей любовью. Спектакль актуализирует базовые ценности человечества. Справедливость, милосердие, неприятие лжи и подлости. И в этом смысле он педагогичен. А вот назидательность отсутствует полностью. Возможно потому, что сами исполнители очень молоды. И прочитанную в детстве историю про Бэмби, они как бы примеряют на себя самих. Первая все-таки акт – это история взросления, история первой любви. А вторая – это уже детки. Вторая, да, более комичная такая часть, уже на одном дыхании. Музыка спектакля выразительна, но она не слишком органично сопрягается с хореографией. Партитуры Андрея Головина и Александра Локшина для танцев не предназначались. Они были написаны к фильму и радиопостановке много лет назад. Сложно было понять, что будет ставиться на эту музыку. А затем как-то нам уже привычно, мне кажется. Ну, местами, местами. Музыка, она не везде одинаковая в этом балете. Потому что где-то легко, где-то не очень. Где-то приходится считать. Маленький зритель таких тонкостей, наверное, не заметит. Впрочем, и большинство взрослых тоже. Скорее всего, они будут просто благодарны артистам и постановщикам за возвращение в сказку. Дмитрий Ясковский, Михаил Юдин, Марк Курухинских, Вести, Петербург. Дмитрий Ясковский, Михаил Юдин, Марк Курухинских, Вести, Петербург. Продолжение следует...